Судя по новостям, которые сейчас доносятся, мы на пороге Третьей мировой войны, и я не знаю, почему мы не можем развиваться без войн. Вы же понимаете, что это одновременно всё происходит, и война, и развитие, и духовное развитие, и уничтожение человечества одновременно. Та боль, которую сейчас испытывает человечество, ну, во многих странах, где идут войны, это ужасно на самом деле. Какие бы поводы ни были, какие бы ни были причины, это важно как-то остановить. У меня нет ответа, почему для твоего развития кто-то должен умереть. И вопрос теперь в том, чтобы созидание было больше, чем разрушение. Мил Дональд Уолш, беседа с Богом, у него есть, по-моему, это во второй книге, глава о Гитлере. И он спрашивает у Бога, а Гитлер, как же Гитлер? Он уничтожил столько народу. Что с ним произошло? Попал ли он в ад? На что Бог ответил, если ты поймёшь, что Гитлер попал в рай, ты поймёшь Бога. Убийство — это высвобождение души. Он им помог высвободиться. Тот говорит, в смысле помог высвободиться? Столько людей погибло. Вопрос не в том, сколько Гитлер убил. Вопрос в том, что ему нужно было убить столько, прежде чем его остановило общество. То есть общество толкает этого человека на совершение преступления. Человек несёт просто исполнительную функцию того, что просит общество. И там уже непонятно, то ли он делает сам, то ли общество требует от него. Он и сказал, что когда ты поймёшь, что Гитлер попал в рай, ты поймёшь Бога. Это очень сложно сейчас скрестить и понять, но у меня ушло две недели. Я перечитывал эту главу две недели, она там на три страницы. В какой-то момент мне показалось, что я понял. Но очень легко понимать, когда это не касается тебя. И то, что сейчас в мире происходит, в современном, неимоверная внутренняя боль. И неужели наше общество сейчас сдвигает правителей на то, чтобы мы друг друга убивали? Обществу сегодня очень важно требовать от власть имущих мира. Но все очень сильно нуждаются в мире. Мы сейчас перемалываем огромную груду людей просто для того, чтобы человечество получило какой-то один урок. И до нас, блядь, не доходит. Неужели мы ещё в этом долго будем ковыряться? Но все очень сильно должны понять. Нет никакой исключительности. Нет никакого превосходства друг над перед другом. Есть планета Земля и есть земляне, люди, которые должны жить в мире и в согласии. На каком этапе развития находится сейчас человечество? Где мы сейчас находимся? Хотя бы даже 200 лет назад всё было иначе. Не было таких технологий, не было достаточно воды, еды, одежды. Всё было достаточно сложнее. Тогда мы выживали, потом мы стали искать, что у кого забрать, потом мы стали искать успех, и теперь мы стали искать счастье. Что будет дальше в будущем? Разрушатся семейные институты, и все то, что мы его наблюдаем. Брак в том виде, который он есть сейчас, его, скорее всего, уже не будет. И это не в ближайшие 200 лет, это в ближайшие 50 лет, мне кажется, всё уже пойдёт по швам. Теоретически даже может привести к тому, что не будет трениоза каких-то институтов, ячеек, где будут собираться люди, которые во что-то все верят. Возможно, пропадёт борьба за еду, воду, одежду и кров. Мне кажется, что человечество должно эти проблемы решить. Мы решим вопросы с экологией. Мне кажется, должна уйти вот эта мускулийность. Вот это забрать, отобрать, побить. И все будут двигаться только на благо к обществу. Возможно, как писал Нил Дональд Волч, в одной из своих книг, что человечество придёт к уровню развития его такому, что человек, которому интересно зарабатывать деньги, он будет просто зарабатывать деньги. Человек, который же не может пока ещё найти себя, он будет получать от государства деньги, чтобы просто жить и не умереть с голоду. И когда он встанет и захочет рисовать, он будет рисовать, его картины будут выставляться. Представьте себе общество, где люди занимаются только тем, что им нравится. И нет никакого насаживания каких-то паттернов, каких-то ожиданий общества. Хороший бизнесмен иди зарабатывай. Но всё, что заработано свыше, допустим, какой-то цифры, это всё идёт в виде налога государству, потому что тем больше ты не потратишь. И оно будет остальное всё справедливо распределяться между другими людьми, которые ещё пока не нашли себя. Конечно, кажется, по-первых, что мы воспитаем междевенцев большое количество трудней, которые будут просто лежать. Но представьте, сколько будет гениальных художников, музыкантов, певцов. Одно дело, певец за деньги поёт, и другое дело, певец, потому что ему просто нравится. Представьте, что мотивация за деньги ушла. Если мы уже говорим о прошлой жизни, значит, ещё есть следующие. И в какой-то из жизни мы уже будем жить в совершенно другом обществе. Там, где не будет привязки семейных, там, где не будет привязок материальных, и там, где не будет привязок какой-то к одной профессии. Представьте, что твои дети, если даже они появились, их государство, ну, они всё равно с голоду не умрут. Твоё нужно просто будет участие в воспитании иногда. И зачем тогда нам связывать свою жизнь друг с другом навсегда, когда мы можем просто соприкоснуться и разойтись. И тогда ты будешь честен и только по любви с человеком. Это Нил Дональд Волж «Беседа с Богом», которую я уже вам рекомендовал.